Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. 4 марта в четверг на чемпионате мира по лыжным гонкам состоится женская эстафета. Ее мы сможем посмотреть в прямой трансляции в 15.15 на телеканалах Матч ТВ и Евроспорт. Вчера был обнародован состав женской команды на эстафету. Вот кто побежит завтра за российскую сборную. Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился медальными перспективами на женскую и мужскую эстафетные гонки. Мужская, напомню, состоится в пятницу 5 марта и также пройдет в прямой трансляции в 15.15 на телеканалах Матч ТВ и Евроспорт. Он рассказал, что нет никакого смысла выходить на две эстафеты, если не рассчитывать на медаль в этих гонках. Состав мужской команды с его слов определится после сегодняшней коньковой разделки. Пока не определена расстановка по этапам у девушек, поэтому прошу в комментариях поделиться своими мнениями по этому поводу. Я также постараюсь озвучить свою точку зрения на это. Думаю, по выбору финишера в эстафетной четверке самым лучшим кандидатом является Юлия Ступак. Ей наверняка придется зарубиться с сильными спринтершами из Швеции. Самым сложным также, как и в биатлонной эстафете, считается третий этап. По моему мнению, именно на третий этап и поставят Терезу Яхаук, так как спринтера она слабоватый. Поэтому под Яхаук следует поставить Татьяну Сорину, который под силу будет сдержать норвежку. Свои неплохие кондиции она показала во вчерашней разделке, в которой заняла высокое пятое место. На первые два классических этапа у нашей команды нет выбора кроме как поставить на них одну из лучших классисток в команде, Яну Кирпиченко, а также проверенного бойца, Наталью Непряеву. Первый этап также своеобразный в эстафетной гонке и большой опыт проведения таких стартов говорит в пользу Натальи Непряевой. Хотя тренерский штаб может поставить на первый этап и Кирпиченко. Но мне кажется, это маловероятно. За первое место нашим бороться будет тяжело, впрочем, как и за второе в связи с доминированием шведок и норвежек в этом сезоне. А вот за третье место нашим предстоит нешуточная борьба с американками и финками. Но у последних двух команд есть слабые звенья, наш же состав выглядит более сбалансированным. И при благоприятном стечении обстоятельств мы, возможно, сможем побороться с норвежками и за второе место. Желаем нашей четверке достойного выступления. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.